Вопрос, а такая сцена, как направление шансон, вас продвигаете или как? Это нас абсолютно не напрягает. В прошлом году у нас был Трофим. В этом году мы... Отдельной сцены такого, вот как сцена рок, шанс, джаз, а шансона нету, да у вас? Отдельная сцена. А сцена, отдельная сцена? Ну, если вы возьметесь, то это все. Нет, нет, мы вам поможем, и точно шансон один из наших любимых. Он в рейтинге радио, на втором месяце после русского радио, шансон. А все, рок, поп, все потом. У нас нет инициатора, точки кристаллизации. Шансон, радио, радио, шансон. Все, значит, будут переговоры сцены, шансон и обсудят. Спасибо, коллеги, еще вопросы есть. У тех площадок, да, только громко, пожалуйста. Басильская газета. Да. Проложение, Вашего, Егорича, последней реплики. Сотни или даже тысячи артистов, десятых площадок и один день всего. Пожалуйста, такого количества артистов, мы не делаем, какого артиста. Один день. В чем смысл того, что это все длится один день? Вы знаете, у нашего... Вы представьте, пожалуйста, вы у нас задали вопросы, потому что плохо видно. Значит, есть некие, мы их называем мэджики, а может быть, некие, скажем, уловки. Фестиваль создавался на основе старого нового рока фестиваля. И когда мы придумывали этот фестиваль, мы за основу брали Tallinn Music Week. Но мой любимый анекдот про эстонцев – это надпись под знаком «Выезд на круговое движение». Не больше четырех раз. Поэтому мы бы неделю точно не выдержали. Неделя – это больше и усилия, административные усилия. Усилия по охране, взрывам, безопасности – это больше денег. Больше работы, прокатника сцен. И кроме того, есть такая обязательная штука у ЮМАИЧа. Фестиваль должен быть избыточным. Чтобы у человека возникало вот это чувство, что, блин, ну в этот раз я успел, но в следующий раз я точно все успею посмотрю. Я надеюсь, что это на вашу работу. Тут один артистик успеешь на пять. Это разве остальные штуки? А это уже вопрос на основе? Ну, у вас есть выбор. Вопрос выбора самых сложных вопрос в жизни. Философская миссия фестиваля. Да, пожалуйста. Встаньте, пожалуйста. Насколько я знаю, в этом году, как и в прошлом, с административными операторами был разработан специальный пакет для людей, которые хотят специально приехать в Киевинску именно на Ночи Музыки. Хотелось бы узнать в этом году, какие возможности, которые использовали, и какие городок у нас появятся. Спасибо. В данном случае спасибо за вопрос. Я не готов на него сейчас засветить. У нас будет подконференция. Мы собираем и социологию в этом году снова собираем. То есть, кто у нас будет, кто будет из других стран, из других городов. И, конечно, у нас есть специальная группа, которая работает с туроператорами. И результаты у них похожи. Общее число ожидаемых гостей? В прошлом году у нас было 200 тысяч. Понимая лояльность, о чем я говорю, ну, думаю, около 220 тысяч, 50 тысяч тысяч. Ну, а тут уже возможности города ограничены. Пошумим. Спасибо. Вести, пожалуйста. Евгения Любовьевна, здравствуйте. Мария Гливанова, Вести, Урал. Когда пять лет назад создавался фестиваль, какая траектория была выбрана? Придерживаетесь ли вы ее сегодня? Ну, и на ваш взгляд, какими темпами сегодня развивается фестиваль? Спасибо. Приложить траекторию музыке достаточно тяжело. Но я примерно понимаю, о чем вы говорите и постараюсь ответить, велико, возможно, откровенно. Но следующий вопрос только обещайте, вы не зададите не только мне. Да что я отзываюсь? Да, да, да. Мы стали делать, поскольку сами мы из рок-н-ролла знаете, но рок стал несколько тесноват. Мы точно понимаем, что музыка разных жанров звучит в голове его молодежи, всякие, начиная с демби, шансонно-камерно-симфанической, и в этом мы стали делать неформатный фестиваль. Но в этой борьбе форматов мы точно понимаем, что российский фестиваль, а мы российский фестиваль изначально, Россия, Урал, Екатеринбург, хип-хоп, самый популярный ныне жанр, это, конечно, некая игра с хип-хопом. То есть, там, американцы вроде как нас посильнее. Если взять рок-н-ролл, ну, тоже там, очевидно, англичане лежат в другие страны, тоже это некая игра в рок-н-ролл. А вот классическая музыка, камерная музыка, тут мы сильнее всех на свете. И не случайно наша траектория вывела нас к тому, что главная площадь – город. В этом году будет воздана классической музыкой. И вот четыре камеры на консанта, закончат тротуар в Москве, достаточно популярность, коллектив. И на самом деле мы точно придерживаемся мысли, что все форматы нами любимых, действительно, а так, но есть у всех классики, которые мы будем всегда возвращаться. Оперный театр будет принимать участие также в этом году. Поэтому обратите на это тоже внимание. Темпы развития фестиваля. Это вы им подсказали, в чем измерить темпы, в количестве площадок, в количестве музыкантов, в бюджете фестиваля. Значит, он точно растет, и вышли мы на стадию флата, я могу так сказать, после фестиваля, или во все время идет рост. Спасибо. Серебряный дождь. Да, Серебряный дождь и Катюрбург. У меня такой вопрос. На Сергею Нековичу, переходя на все остальные группы, а также в Катюрбург, которые приехали к нам на три страны, есть ли история малонавильных граждан и вообще ненавильных граждан, которые массовые мероприятия не должны оставаться где-то за этой зоной комфорта, в которой они будут участвовать. Какое количество волонтеров может быть организовано для работы с такими гражданами? Есть ли такие площадки, на которых эти граждане могут пойти на тех же самых федлайнеров, вестивали, вестивали, вестивали спокойно, чтобы вы там не засолтали, и все было видно. И, может быть, группа «Брейнсторн» подскажет, «Регрет» подскажет, есть ли какая-то практика для кого-то поработать с этими гражданами на больших массовых мероприятиях и на другом концертах? Трансляции. Значит, ну, «Дизельс Буфипова» — это наша боль, в этом деле. И за всей этой субъектрой они всегда успевают даже подумать об этом, потому что я очень благодарен как раз мотиву. У нас проход везде свободен, но они делают свои фан-зоны. И как раз тренинг фан-зоны мы используем для того, чтобы гражданам с ограниченными возможностями была прямая возможность это все посмотреть. Значит, насчет фан-зонов, мы пока сподробили, сколько в нашем информационном центре это сделали. Но поскольку специальных фан-зонов особо не надо, если фан-зонов он есть, мы думаем над этим и будем это точно улучшать, хотя бы работа уже есть. Ну и плюс мы попробовали сейчас приехать в детский центр, привезти туда группу, посмотреть, как это возможно, как их отреагируют. Получилось очень здорово. Я думаю, что в следующем году мы будем продолжать думать не только про детей, но и про все. А Гера, есть ли опыт? Ну, мы можем говорить, наверное, только про наши концепты. У нас очень большие, сегодня и концепты, которые у нас в Латвии. Самый, наверное, большой происходил в лиге и 60 тысяч людей. Но во всем туре и также в этом концепте мы, конечно, строим специальные платформы, чтобы эти люди могли очень удобно все посмотреть. Они довольно-таки большие и в очень хороших местах недалеко от Цены. Так что, да, про это не думаем. Я думаю, что, по крайней мере, в Латвии мы не можем сказать, что никто не обделен вниманием. И возможность посмотреть полноцен на концепты. Спасибо, и Грек. Спасибо за вопрос. Да, в США тоже занимаются работой с людьми с инвалидностью и, как правило, на больших фестивалях об этом серьезно думают, гораздо больше, чем, например, на встречах, скажем, в клубах. В многих случаях, люди с мобильностью с проблемой, с проблемой, с билл-чаром, с вещами, но они позволяют им вверху в баррикаде на фронте, чтобы они могли видеть банды, где безопасность и не могли о том, что люди пушили, или поворотом на них. или на колясках передвигаются, или еще какие-то проблемы с передвижениями, то вот область, огороженная, барьерами, куда не допускают зрители, где находится служба безопасности, например, в эту область их запускают, чтобы они могли спокойно смотреть, чтобы на них никто не наступил, не убежал. И на больших значительных фестивалях зачастую еще судно-переводчики участвуют, у которых есть заранее выгодный текст, то есть люди с проблемами со слухом могут видеть то, что говорится в песне. As a matter of fact, one of the most emotional events that we performed for children in our hometown in Austin, there's a school for the blind and hearing impaired, and it was very emotional because even though they couldn't hear, they could feel the vibrations and the joy that they felt is very obvious. But it's always going to be difficult to accommodate all the different people and all the different circumstances that they have and it is admirable that this festival is doing its best to do that. And I think it would be good one day to maybe have a festival where people with disabilities to the primary audience so that it would be built around their conditions. And I think it would be wonderful to to have a festival that would be built in the group with people with disabilities so that they were with the first audience аудитории спасибо коллеги пожалуйста и еще коллеги обращаюсь поскольку мы во времени все эти регламентировать если есть еще вопрос видно кого свежут ну скажем так у нас первый такой пивот год мы попробуем сделать ну скажем так изначально как бы более даже концерт и к нам присоединяются много наших друзей с которым нужно делать с которым прямо сейчас делать несколько песен и с которым мы никогда не играли вместе вживую вот раздался ощущение фестиваля и мы подумали если люди хорошо воспримут то давайте попробуем уже действительно побольше сделать фестивали что приезжают уже отдельные группы ну да да много сцен не говоря про 80 мы дойдем прядки не дойдем поживем вместе но просто интересно скажем так он будет двенадцатого июля кстати там будет на и барсов с которым мы познакомились кажется 2005 или шестой год она пришел чая пришли присоединились вот будет группа каста с которой мы записали совместную песню будет моя мишель таня будет и павло будет павел артемиев и будет игорь журавлёв из группы альянс так как группа бронидор вместе женичка в том где мы сделали это как мы сами говорим версию на заре 21 века вот и мы часто часто исполняем спец в концертах и недавно нам удалось выполнить песню вместе с игорем с оригинальным певцом это песня это было такое событие для нас вот и и и я спешу сообщить вам на чем будет все работать команды фестиваля продюсерского нашего центра ассоциация музыкантов урала буквально через месяц мы спустя пять лет возобновляем фестиваль штаба нового рок на волне мечта все-таки сделать креативный кластер когда объединяются люди которые урбанистикой которые художники кинематографисты театра музыканты айтишники и вообще просто люди которые не черно творчество в любой и буквально течение недели мы будем проводить мастер-классы будет такое лагерь учебный где мы пытаемся что-то буквально сделать интересным нечто новым обладать качеством продукта воспроизводиться продавать какой креативный кластер и фестиваль друг за другом это уже в июле